Мне говорят, что опционы это очень-очень рискованно многие, и это действительно так, если туда подходить по-дилетантски и просто купить опцион или продать опцион, потому что с большой вероятностью там деньги теряются. А как же делать так, чтобы деньги не терялись? Сегодня в этом видео я постараюсь это объяснить. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Когда мы торгуем на рынке, на бирже, то бывают периоды, когда все растет и все прекрасно вообще, потому что все поднимается, что бы вы ни купили, все будет в прибыль. Но намного сложнее обстоят дела, когда рынок падает. Вот как сейчас, например, когда акции падают в цене, и непонятно уже, что брать, потому что есть вероятность того, что то, что вы возьмете, оно упадет еще больше, например. И как быть в этой ситуации? Ну, в этой ситуации можно зарабатывать на падении. А на падении зарабатывать именно можно на срочном рынке, почему я им и занимаюсь. И в последнее время вы видите, что я постоянно рассказываю про опционные стратегии, про то, как можно заработать на опционах. И люди говорят, что Юра, ну что ты делаешь? Опционы ведь это крайне рискованный инструмент. Действительно так, друзья мои. Опционы крайне рискованный интерес, если им инструмент, если ими пользоваться, ну не умеете просто купить опцион или продать опцион. Там можно заработать огромные деньги, конечно, но риски при этом также огромны. Но если строить опционные стратегии, то можно управлять рисками, и сейчас я вам попытаюсь это показать. Ну, вот посмотрите сюда. Вот сейчас вы видите просто классическую опционную стратегию, которая построена, вот была до вчерашнего дня, она работала. Ну, посмотрите сюда. Вот вы видите вот этот график. Здесь написано прибыль. Смотрите, что такое прибыль? Ну, прибыль это то, что я получу в результате исполнения вот этой опционной стратегии. И вся работа с опционами, вот с построениями опционными стратегиями заключается в том, чтобы строить различные фигуры. Вот смотрите, вот по этой оси у нас отложена наша прибыль, а вот по этой оси у нас цена базового актива, ну в частности нефть. И посмотрите, вот она нефть, вот эта вот вершина соответствует нефти в 25 долларов за баррель. Это майский фьючерс. А вот эта вот часть вершины, это 26 долларов за баррель. И вы видите, что если нефть будет колебаться в районе от 25 до 26 долларов за баррель, то прибыль по данной стратегии составит 250 тысяч рублей. 250 тысяч рублей. Если нефть будет колебаться 25-26 долларов за баррель. Но как вы видите, что как только нефть пойдет ниже, чем 25 долларов за баррель, или выше, чем 26 долларов за баррель, то немедленно эта прибыль начнет падать. И вот она упадет когда-то однажды до нуля. То есть такое запросто может быть. Где она упадет до нуля? Ну где-то в районе 28 долларов за баррель, если она увеличится, то прибыль упадет до нуля. И также до нуля она упадет, если прибыль уменьшится примерно до 22 с чем-то, до 23 примерно долларов за баррель. Это будет ноль. И если прибыль пойдет дальше уменьшаться, то это будет минус 100 тысяч рублей. Все, это ограничено. И здесь также ограничена прибыль минус 100 тысяч рублей. Вот это вот, посмотрите сюда, вот она, вот эта вот часть. Да, это максимальный убыток. То есть я управляю вот этим вот максимальным убытком своим. И, конечно, вы можете спросить, а можно уменьшить вот эту вот часть? Да, конечно, можно. Но тогда уменьшится, соответственно, и вот эта часть. Понимаете? То есть все вот это вот просто, весь цикл буквально видео по опционам. Я там рассказываю о том, как сконструировать вот эти вот горочки всякие. И как свести риски к минимуму. Но почему вот здесь вот такая стратегия построена? Ну, потому что вот здесь нефть была между 25 и 26 долларов за баррель. Это только самое-самое начало. И дальше я продолжил. И вот сегодня, например, да, нефть внезапно подорожала. Хотя казалось бы, что нефть будет дешеветь. Посмотрите, что произошло. Стратегия изменилась. Вот она. Давайте сейчас перейдем в окно терминала КВИК. И я покажу там уже вот живую действующую стратегию, которая на настоящий момент. Вот, посмотрите сюда. Вот вы видите этот самый график. И сейчас уже можно его... Ну, он живой. Посмотрите. Вот в данный момент красная вот эта вертикальная полоса. Это то, чему соответствует сейчас нефть. Вот вы видите, она сейчас вот прямо в данный момент 27,43 доллара за баррель. Это майский фьючерс на нефть. Текущий майский фьючерс. Да, он дорогой. Он не соответствует цене нефти. То есть вы читаете, что нефть стоит там 22-23 доллара. Но майский фьючерс вот такой. Он сильно дороже. Он отличается. Он когда-то придет к цене 27 апреля. Он придет к той цене, которая есть за нефть марки Brent. Почему он вот так вот сильно переоценен? Ну, потому что есть ожидание, что нефть вырастет, судя по всему. Но сейчас речь не об этом. Смотрите. Вот если нефть подешевеет, то что произойдет с моей прибылью? Смотрите, нефть дешевеет. Моя прибыль увеличивается вплоть до 27 долларов за баррель. Если нефть пойдет дальше уменьшаться в цене, то моя прибыль будет максимально больше 300 тысяч уже. Вы видите, рублей. Потому что я ее изменил немножечко. Что будет дальше, если нефть будет падать? Если нефть падает, то моя прибыль, соответственно, будет снижаться. То есть, если я ничего не изменю. И, соответственно, она будет снижаться вплоть до значения 22,7 доллара за баррель. Моя прибыль будет снижаться. Если я ничего не изменю. И дальше она будет снижаться уже до минус. Вот смотрите, я уже немножечко исправил ее. В прошлом графике вы видели, там минус 100 тысяч рублей. Сейчас минус там где-то 57 тысяч рублей. Максимальные мои убытки. Понимаете? Если здесь прибыль начнет расти, что произойдет? Если нефть начнет расти в цене, то моя прибыль падает, вы видите. Она будет падать до практически 29 долларов за баррель. У меня здесь нулевая, как бы, отметка. Дальше она идет в отрицательную зону. Но что произойдет дальше? А дальше произойдет вот что. Дальше происходит рост. Ну, понятно, что вряд ли она вырастет до 50. Вот, поэтому надо смотреть более-менее разумный диапазон. Ну, скажем, до 32 долларов за баррель. Здесь я буду ее двигать, свою стратегию. Ну, а теперь вы можете спросить, а сколько же денег я туда вложил, чтобы построить вот такую, чтобы... Сколько денег я вложил, чтобы получить, ну, максимально на настоящий момент 300 тысяч? Я думаю, что эта сумма будет изменена. Вот, сколько же денег там вложено? Вы сейчас сильно удивитесь. Посмотрите сюда. Вот, и здесь вы видите, что... Ну, денег на счете, да, там достаточно много. Здесь 400 тысяч рублей, 393,871. Свободно 304 тысячи. Вы понимаете? А ГО, то есть денег, которые реально заморожены на счете, всего 88 тысяч. То есть, смотрите, еще раз, 88, ну, 89 тысяч сейчас заморожено рублей. И эти 89 тысяч принесут мне 300 с лишним тысяч прибыли. Ну, это ориентировочно, потому что точнее надо считать там в Excel. Я об этом рассказываю на курсе по опционам. То есть, вот эти 89 тысяч принесут мне 300 тысяч рублей. И максимальный убыток, который они принесут, это, ну, минус там 57 тысяч. Напоминаю, что на счете там, ну, в районе 500 тысяч рублей. Вот. То есть, смотрите, я могу запросто управлять. Да, и если нефть, мне говорят, а если нефть подорожает, ну, я буду, вы думаете, смотреть бесстрастно, вот как она дешевеет. Нет, ничего подобного. А я буду менять вот эту стратегию. То есть, у меня будет вот эта вот вверху, вот эта вот плоская часть, она сдвинется вот в эту область. И все будет хорошо. И на самом деле, вот здесь есть еще полосочки. Вот она, вот красная полосочка. Вот так вот сейчас меняется моя прибыль. А вот эта голубенькая полосочка, это как она будет выглядеть 14 апреля. Вот. И посмотрите, вот сейчас вот на эту голубенькую линию, сейчас я ее буду немножечко менять. Значит, вот 14 апреля, если ничего не изменится, то 14 апреля мои денежки будут вот такие. Смотрите. 15 апреля денежки будут вот такие. 16 апреля они будут вот такие. То есть, видите, да, голубая линия, она немножечко меняется. 17 апреля немножечко меняется все. Посмотрите. 18-е. Денежки увеличиваются. То есть, ничего не меняется вроде, а денежки увеличиваются. 19 апреля, смотрите. 20-е. Но еще далеко до даты экспирации. Посмотрите, как все это меняется. 21-е. 22 апреля. Посмотрите. Ничего не меняется, а денежки растут. Понимаете? 23-е. Напоминаю, 27-е число. У нас будет дата экспирации. Вот. 24-е. Посмотрите. 25-е. За два дня до даты экспирации. Вот мы уже вот здесь, да. Дальше 26-е. Ну и 27-е. Это просто вот эта вот будет линия. Понимаете? Как интересно. То есть, чем ближе к дате экспирации, тем больше денежек будет. И к тому моменту нефть уже, так сказать, ну как бы она отгуляет свой диапазон, где она гуляла. И у меня будет вершина, у меня будет почти наверняка, ну, гарантированная прибыль. А почему? То есть, ну вы видите, что максимальный рост у нас был в самые последние дни. Почему бы не начать строить это в самые последние дни? Так вот, друзья мои, в самые последние дни не получится, потому что вот эта верхушка будет не так высоко. Все взаимосвязано. И вот обо всем этом я рассказываю на курсе по опционам. Посмотрите, чем я здесь рискую. Я ничем не рискую. То есть, двинется сюда, я передвину сюда. Двинется сюда, я передвину сюда. У меня денег в запасе. Во! И поэтому, ну, в ближайшее время все хорошо. И вы видите, что, ну, блин, 300 тысяч рублей можно получить. Ну, там, да, на счете 500 тысяч, то есть, они будут увеличиваться, уменьшаться как-то. И, ну, я об этом рассказываю на курсе по опционам. Я постоянно сейчас привожу вот эти графики, свои текущие позиции в чате, в телеграме, потому что, ну, просто теорию узнать. Ну, вы, конечно, узнаете. Вы, может быть, что-то поймете даже в этой теории. Но как применять ее на практике, конечно же, надо все-таки вот внимательно-внимательно вникать во все это. Обо всем этом я рассказываю в чате, в телеграме, в который включаются все участники курса по опционам. И, ну, можно наблюдать, можно учиться, то есть, учение продолжается и дальше. Можно задавать вопросы, потому что там действительно достаточно сложно разобраться, как строить вот эти вот самые стратегии. Ну, вот все, что происходит на курсе по опционам, это как раз вот строятся буквально вот эти вот горочки. Ну, и цель остаться. Ну, чем выше мы на вершине горы остаемся, чем дольше мы там остаемся, тем лучше. А вот как меняются эти горочки, я об этом, обо всем рассказываю визуально. И вы знаете, я не видел еще нигде, чтобы кто-то лучше меня, кто-то более доступно об этом, обо всем рассказал. Потому что, ну, опционы – это очень-очень сложная вещь, и я стараюсь это донести максимально доступным языком. Я думаю, что я могу попросить людей, которые уже участвуют в этом курсе, чтобы они прокомментировали, насколько это понятно. Ну, а сейчас, что я могу сказать, курс по опционам практически уже завершен, там, ну, еще планируется, может быть, два занятия, но в основном все завершено, все доступно в записи. Для того, чтобы его освоить, нужно просто перейти на сайт demetkov.ur.com, ссылочку вы увидите вон там. Ну, и в конце этого видео будет ссылочка, опционы и биржа для чайников, все это будет. Ну, единственное, что я еще хочу добавить, что с 15 апреля я планирую повысить стоимость этого курса, потому что действительно его ценность намного превосходит его стоимость. И это действительно того стоит. Поэтому будьте внимательны, после 15 апреля стоимость курса, я думаю, что увеличится в два раза, до 15 тысяч рублей. Сейчас пока 8 тысяч для новых. Ну, а традиционно для тех, кто закончил курс биржи для чайников, скидка в 50% она действует и будет действовать до конца. Вот такая история. На сегодня все. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк. С вами был Деметков Юрий. До встречи.